Этой ночью жители духовной столицы Урала долго не могли уснуть из-за адского пожарища, которое бушевало на одной из местных лесопилок. Люди в шоке. Жуткий ветер усиливается, и бушующее пламя в любой момент может перекинуться на избы по соседству. В страхе сетовали и верхотурцы. Комментируя, ночное сжигание так называемых порубочных остатков и горбыля на лесопилке. Кое-кто даже упрекнул лесопромышленников в том, что те травят народ дымом. Вместо того, чтобы задарма раздать горбыль всем желающим, пусть печки топят. Дескать, такие древесные отходы у них жутко дорого стоят. Две тысячи за кубометр. А потому подобное огненосное расточительство их возмутило до глубины души. Верхотурские старожилы в связи с ветреным сжиганием горбыля припомнили самый страшный в истории Урала черный понедельник. 23 мая 1994 в привокзальном поселке на окраине Верхотурья трое местных пацанов поиграли со спичками до так, что в 35-градусную сушь жуткий ветер разметал огненный смерч по всему поселку. Тогда огонь уничтожил 141 дом. Более 200 семей остались без крова, а одна старушка вообще сгорела в избе. Огонь бушевал 17 часов к ряду. Урон от пожара был оценен в миллиард 358 миллионов нединаминированных рублей. Этой ночью все обошлось лишь людскими тревогами. По тревожным звонкам Верхотурцев на лесопилку выезжали пожарные из 71-й части. На месте убедились в том, что пилорамщики дежурят с мотопомпами у кромки контролируемого пожарища. Но на всякие пожарные до утра начальство оставило караул у лесопилки. По утру позже надзор опросил собственника на предмет безопасности. И если в ходе расследования будут обнаружены косяки, начальство лесопилки ожидает серьезная нахлобучка по административке.